Железнодорожный переезд стоит в себе большую опасность, но многие автовладельцы предпочитают об этом не думать и спешат проскочить ненавистный участок дороги, чтобы не стоять в пробке. Сотрудники ГИБДД совместно с работниками Северной железной дороги провели профилактическую акцию. Инспекторы напомнили, что приближаясь к переезду следует быть предельно осторожными. Механику скажите, чтобы фотографии разместил на доске объявления, памятку тоже прочитал сам и довел до личного состава транспорта, всем водителям все довезти. Во время рейда один из автолюбителей совершил на переезде обгон по встречной полосе. Теперь ему грозит лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев. Цена такому неоправданному риску может оказаться слишком большой, поэтому соблюдать правила обязаны все. Подъезжая к железнодорожному переезду, водитель должен следовать требованиям разметки знаков, установленных возле переезда, и ни в коем случае не проезжать на запрещающий сигнал светофора, поскольку превысив скорость, он может попасть в ловушку между шлагбаумами. И водителю не следует въезжать на железнодорожный переезд, если за ним образовался затор. Естественно, не поднимать шлагбаум собственноручно и пытаться проехать таким образом этот переезд. В Ивановской области сотрудниками ГИБДД в этом году было пресечено 67 нарушений при пересечении путей. Чтобы автомобилисты задумались, инспекторы показывали фотографии искореженных составов и машин. С 2007 года на переездах региона в результате автокатастроф оборвались 6 жизней. Железнодорожниками этой проблеме уделяется большое внимание. Как главный инженер я уделяю практически 60-70% рабочего времени, это работа по переезду. Проведение агитации, выезда на предприятие. Как вот, например, сегодня приезжал на автовокзал и проводил беседы с водителями индивидуально. Всеми рассказывал, показывал фотографии наглядную агитацию. Лучше перестраховаться. В случае, если машина оказалась между шлагбаумами, паниковать не стоит. Нужно покинуть машину и направиться в сторону движения поезда, подавая сигнал тревоги. Но самый верный способ избежать беды – не рисковать жизнью.